До чего дошел прогресс, до невиданных чудес, Опустился на глубины и поднялся до небес. Привет, мои подписчики и случайные зрители моего канала. Сегодня я расскажу вам очередную историю из моей жизни. Как мы отдыхали на море. Приехали мы с семьей в Сочи, муж, я и дочка. Расположились в маленькой гостинице частной, где-то метрах в 300 от моря. Режим у нас был такой. Утром мы уходили к морю, плавали, загорали. Потом, когда солнышко сильно припекало, уже мы возвращались в отель, обедали, отдыхали в комнате, смотрели телевизор, спали. И где-то часа в 4, может полпятого, снова отправлялись на пляж. И вот в один из таких дней, мы также вечерком уже загорали на пляже, солнышко уже садилось, а я познакомилась там с женщиной, и вот не хотела расставаться, мы так разболтались. И я своих отправляю, говорю, вы идите на ужин, а мы здесь еще маленечко поваляемся. В общем, муж с дочерью ушли, а мы еще часика-два поболтали, и тоже пошли по домам. Возвращаюсь я в гостиницу, подхожу к нашему номеру, а возле двери стоят такие огромные, прям вот огромные-преогромные чьи-то шлепанцы мужские, прям вот широченные, огромные, как лапти. Они новые, но такие прямо огромные, видно, что с большой ноги. Я думаю, странно, здесь никого, мужчин никаких нет, таких вот, чтобы больших я не видела, чьи-то такие огромные сланцы. Ну ладно, зашла я, значит, в комнату, смотрю, мои уже наедые такие, расслабленные, лежат, телевизор смотрят. Ну вот, и я забыла про эти сланцы. На следующее утро мы проснулись, позавтракали, и быстренько собрались, я что-то немножко замешкалась, а мои говорят, мы выходим, а ты нас догоняй. И вот я поскидала вещички свои в сумку и тоже вот побежала за ними. Выхожу на улицу, они недалеко ушли, я их прямо вот вижу. Думаю, сейчас догоню быстренько. И быстрым шагом-то направляюсь, гляжу на них, и замечаю, что у моего мужа какая-то странная походка, какая-то незнакомая мне походка. Ну, что это такое с ним случилось-то? Подхожу ближе и смотрю, он идет вот в этих огромных сланцах. Вот в этих огромных, ну, явно размера 46-го сланцев, а у него размер где-то 40-й. Вот маленькая нога вообще, а тут 46-й. И он идет, то есть вообще как будто так и надо. Они ему чуть ли не по ягодицам хлопают, впереди пальцы вылезли, то есть он шоркает реально, чтобы они не свалились, он шоркает ногами, как дед, и при этом он не замечает, что это сланцы не его. Я у них спрашиваю, я говорю, это чьи на тебе сланцы? Это что за обувь на тебе? Он так обратил внимание, наверное, первый раз на свои ноги, говорит, как чьи мои сланцы? Я говорю, ты где их взял? Как где? Ты мне их купила перед отъездом, еще такое вот маленечко, посерживается. Я говорю, слушай, я тебе вообще не эти сланцы покупала, это не твои сланцы. И вот, знаете, у Мора, я его реально всю одежду перед отъездом, я ему покупала. Он идет, такой красавчик, на нем красная бейсболка, очки от солнца, ярко-желтая футболочка, такая моднявая, красные шорты, и внизу вот эти сланцы. Вот просто клоун. Еще под мышкой у него огромный матрас, надувной. Вот просто, знаете, как вот в цирке клоуны, бревно, которое таскают, вот то же самое. И он идти-то в них не может, ну реально, как можно на себе такие лыжи нести. А я иду еще, похохатывая над ними, говорю, ты вместо матраса-то лучше бы лыжные палки взял, мы бы быстрее до моря добрались. Вот хохочем идем, он смеется уже, ну понял, что лоханулся. Я просто вот ухохатываюсь. С горем пополам дошли мы до моря, разделись, пошли они с дочкой купаться, а я стала прогуливаться по пляжу. Думаю, все равно я должна увидеть, кто же этот счастливый обладатель наших сланцев. И мне просто на него хотелось посмотреть. Думаю, может, он и не такой уж большой, как я себе его представляю, просто у него ноги какие-то такие вот, ну выросли сильно. гуляю я гуляю, и вдруг вот глаза вниз опускаю, я вижу эти сланцы, я вижу наши родненькие сланцы, стоят в одиночестве, вот так вот по направлению к морю, недалеко на бережку стоят. Сначала-то я хотела взять, думаю, ой, наконец-то нашлись, а потом думаю, кругом народ, я забираю сейчас эти вот одинокие сланцы, что про меня люди подумают? Ну, во-первых, может быть, не у одних же нас такие сланцы, может быть, ну, кому-то посчастливилось купить точно такие же. А потом, если это наши, я их заберу, люди подумают, что, почему она забирает чужие тапки. И я такое решение принимаю. Расстилаю полотенце рядом с этими тапками, ну, не совсем рядом, так немножечко подальше, и сажусь наблюдать. Сажусь ловить рыбку. То есть, я смотрю в море, думаю, все равно кто-то должен к ним приплыть. Сижу 10 минут, сижу 20 минут, никто их не забирает, никто не приходит. И потом за своими наблюдаю, как они плавают. И потом смотрю, откуда-то из-за буйков плывет акула. Вот прям по направлению ко мне. Думаю, ну все, милый, ты попался. Приплыл, выходит, вот он, правда, гигантский мужик был, просто огромный. просто огромный мужик был. И он увидел, что я наблюдаю за ним. То есть, я сижу давно, он, видимо, к берегу-то плывет, и видит, что женщина за ним пристально наблюдает. Короче, приплыл, и выходит такой походкой, ну, видно, фигура красивая, выходит, так волосами своими тряхнул, красавчик, посмотрите на меня, повнимательнее, запомните меня. И он идет к этим сладцам. И что вы думаете? Думаю, вот что он будет делать? Я вот так вот глаза раскрыла на него, наверное, рот тоже раскрыла. Он подходит к ним, благополучно всовывает туда ноги, и отправляется куда-то вот к кустикам. Я ему кричу, мужчина, вам тапки не жмут? Он на меня оглядывается и говорит, а в чем дело? Я говорю, вы неужели не видите, что тапки эти не ваши? Или вы думаете, что у вас так ноги после моря распухли? Короче, он говорит, а где тогда мои? Я говорю, вы вчера в чем ушли? Он говорит, ну, в них и ушел. Я говорю, вы вчера ушли в наших тапках, и моему мужу пришлось идти вот в ваших огромных лыжах. Ну, вы неужели не видите разницу-то в размере? Они даже вот абсолютная модель, даже разная. Он говорит, то я вчера был не в себе. Я говорю, ну, вы, похоже, и сегодня не очень вернулись в себя. Ну, в общем, посмеялись с ним, он поблагодарил, извинился, и пошел уже в своих тапочках. Мы рады были, что нашлась наша пропажа. В общем, вот так вот весело закончился наш день. Я вот хочу вас спросить, у кого-нибудь еще такое чудо есть? Вот такая моя страна. До чего дошел прогресс? До невиданных чудес? Опустился на глубины и поднялся до небес.